Здравствуйте, с вами Георгий Короленко, компания Florarium Plants. Сегодня мы будем делать небольшой обзор самой маленькой системы опрыскивания фирмы Mius, Mius Smart, и поговорим немного о других системах опрыскивания. Давайте начнем вскрывать. Пару слов о том, зачем нужны системы опрыскивания. Они нужны, во-первых, для поддержания необходимой влажности воздуха в террариумах и флорариумах, которые этого требуют. Также для полива. Нам не только относительная влажность воздуха нужна, но и непосредственно увлажнение, то есть опрыскивание водой, грунта и растений. Перед вами две системы. Это Mius Smart, это самая маленькая, а это Mius Mini. Это уже система помощнее, тянет большее количество форсунок. Про нее будем говорить позже. Теперь давайте посмотрим, что находится внутри. Обычные маленькие саморезики под крестовую отвертку. Сейчас мы их выкрутим. Крышка. Внутри плата с контроллером и насос. Насос очень маленький, похож на насос от автомобильного омывателя, даже еще он поменьше. Поэтому включать надолго я бы его не рекомендовал. Скорее всего, он будет перегреваться. Дальше расковыривать не будем, потому что это просто плата с экранчиком, кнопками и радиодеталями. Сам блок. Внутри маленький насосик стоит и контроллер. Питается это все от USB, то есть 5 вольт, 1 ампер. Есть переходничок с азиатской вилкой. Две форсунки Mius стандартные. И мешочек со всяким добром, типа уголки, тройники. Это фильтр. В него зачем-то насыпаны керамические шарики. Сложно сказать зачем, но их можно высыпать, заменить на синтепон или что-нибудь еще. Так, это еще почему-то один переходник. Стяжки для закрепления шлангов, чтобы они не вибрировали при работе. Резак для шлангов. Тройник. Уголок. Две заглушки. И вот такие вот ушки. Это тоже для крепления шлангов при помощи саморезов. К деревянным всяким поверхностям хорошо. Пока убираем. Начнем собирать тогда систему. Шланг, который в комплекте мы отложили, и отрежем отдельно от катушки. Это шланг 6,35 мм. Он совместим с системой Mius, Mistking. И не совместим с системами 6 мм. Это многие китайские с Алиэкспресса и немецкие Microrain. Там шланг тоньше, жестче, и поэтому не получится их как-то соединить без специальных переходников. На боковой части корпуса есть иероглифы и стрелки. Мы перевели при помощи онлайн-переводчика. Красная стрелочка – это вход в насос, синяя – это выход. Шланг просто с усилием туда натягиваем, но аккуратно, потому что эти пипки теоретически можно отломать. Воду будем забирать из такого вот контейнера, поэтому делаем небольшой кусок шланга. Наконец, шланга одеваем в фильтр. Пока уберу, потому что это будет мешаться. Надеваем шланг на выход. Тоже сделаем короткий, чтобы все было в кадре. И поключим пока одну форсунку. А нет, давайте сразу две подключим, чтобы задействовать все, что есть у нас в комплекте. Берем сначала тройник. Утыкаем его вот так. Отрезаем еще кусочек шланга. Еще кусочек. Надеваем форсунки. Дальше у нас есть два варианта. Либо мы затычками закрываем вот эти отверстия. Все, форсунки у нас подключены. Ставим их на террариум. Второй вариант. Это закольцевать эти форсунки. Берем еще кусок шланга. И делаем вот так. Делается это для того, что если у нас разная длина вот этих вот боковых шлангов до форсунок, давление будет распределяться более равномерно, и брызгать они начнут более одновременно, так сказать. Наливаем воду. Естественно, это осмос. Включаем нашу систему в розетку. Пока ничего не происходит. Горит только одна кнопочка ручного включения. Давайте ее нажмем. После ручного включения, через несколько секунд, начинает срабатывать программа, которая находится здесь в мозгах. Сейчас мы будем эту программу менять. Вот этот вот значок, он показывает количество секунд, в течение которых работает насос. Вот этот значок с цифрами, это раз в сколько часов срабатывает система. Соответственно, у нас сейчас стоит 5 секунд и 2 часа. Она будет каждые 2 часа включаться на 5 секунд. Чтобы изменить эти цифры, просто нажимаем на сенсорную кнопку. Шаг 5 секунд. Вот, ставим 20 секунд. И сразу же нажимаем на часы. 4, 5, 6, 7. Так, до 24. Ну, поставим вот 9 часов. Все, готово. Система отработана заданной 20 секунд. Следующее включение будет через 9 часов. Но, если мы нажмем кнопку ручного включения, два раза, она сработает вручную. Будет работать, пока мы не выключим. Нажимаем еще раз. После этого ждем несколько секунд, и снова включается автомат. Теперь давайте замерим примерный расход воды форсункой именно вот этой системы. Расход воды от разных систем будет отличаться, потому что они выдают разное давление. Соответственно, мы поставили мерный стакан, туда одну форсунку. Сейчас включим вручную систему на одну минуту. Так, включаем. Расход у нас получился около 90 мл в минуту. Если подключить больше форсунок, расход каждой форсунки, соответственно, немножко уменьшится. Теперь давайте померим максимальное давление, которое сможет создать насос. Для этого у нас есть манометр. Это, кстати, тоже манометр МИУС. Вот, он с регулятором давления. Очень интересная штука. Значит, после форсунки его будем подключать. На нем есть стрелочка с направлением, в котором следует подпадать воду. Он совместим с точно такими же шлангами и также с осмосными шлангами, которые тоже, в общем-то, 6,35 мм. Шланги вставлять нужно плотно до небольшого щелчка. Потому что уже были случаи, люди покупали у нас систему, подключали у них из всех соединений текло. Просто потому, что они не до конца защелкнули. И здесь закрываем заглушкой. Все. Включаем систему вручную. Максимальное давление у нас получилось 4 фунта на квадратный дюйм или 0,27 атмосферы. Минимальное давление, при котором эти форсунки могут еще вполне нормально работать, это 0,1 атмосферы. То есть запас приличный. Теперь давайте померяем давление, которое насос выдает без форсунки. То есть подключим манометр прямо к нему. Включаем. Форсунка, в общем-то, дает небольшой совершенно сброс давления. Поэтому сразу скажу, что мы это уже делали. К этому насосу можно подключать больше, чем 2 форсунки. То есть уже мы подключали 4. При этом визуально видно, что давление уменьшается. Форсунки брызгают не так интенсивно. Но, тем не менее, большая интенсивность разбрызгивания не всегда и нужна. И часто приходится использовать даже такой регулятор давления, чтобы это давление уменьшить. Чтобы уменьшить количество воды, попадающей в флорариум. Например, для имитации затяжных дождей. Еще один нюанс. Значит, длина входного шланга должна быть не больше, чем 1 метр. Просто иначе насос не всосет воду. И длина выходящего шланга должна быть не более 5 метров. Потому что тут уже свое влияние оказывает гидродинамическое сопротивление самого шланга. И производительность будет очень сильно снижаться. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!